Также для того, чтобы сделать себя более устойчивым, я рекомендую использовать пассивную медитацию. Как она производится? Выключите телевизор, отвлекитесь от любой информации, сядьте и просто посидите. Смотрите в одну точку и просто-просто сидите. Засеките время 10 минут, делайте это с утром или вечером. Я очень рекомендую делать такую пассивную медитацию. Не нужно как-то особенно садиться, не нужно как-то особенно о чем-то думать. Думайте, о чем придется. Минус. Не позволяйте только в этот момент о чем-либо мечтать и о чем-либо вспоминать. Все остальное, о чем хотите, думайте. Думайте о ногтях, думайте о кино, думайте о детях. О чем хотите, думайте. Только не вспоминайте и не мечтайте. Все остальное разрешено. Это называется пассивная медитация. А еще, для того, чтобы стать более устойчивым человеком к жизни, всегда произносите себе слово, тайное слово моей эзотеристской школы, которое звучит так. Я ни при чем. Смотрите, человек пришел домой и говорит, Дуся, ты меня сегодня бесишь. Она говорит, нет, я тебя, я же тебя люблю. Нет, ты меня бесишь, потому что ты сидишь тихо, со мной не разговариваешь. Сколько можно? На следующий день он пришел с работы и говорит, а она начинает с ним разговаривать. Он говорит, Дуся, ты меня снова бесишь. Она говорит, почему? Ну, потому что я пришел, хочу тишины, а ты разговариваешь, вот создаешь какие-то помехи. Можешь сидеть тихо? Вот на следующий день она говорит, так тихо или громко? Не знаю. И спрашивает у него, слушай, Боря, как мне сидеть, громко или тихо? Она говорит, послушай, Дуся, не знаю, создай какой-нибудь праздник, потанцуй, что ли. Вот она танцует. Потом на третий день или на четвертый она не знает, что делать и говорит, что ты хочешь? Не знаю. Я хочу, вообще не знаю. Но ты меня уже бесишь. Дело в том, что кто виноват в этом всем? Дуся, которая пытается услужить? Или Боря, который во всем видит раздражение? Ну, и ответ здесь, он очевиден. Ну, конечно же, Боря не прав. А Дуся себя обвиняет. Именно поэтому очень часто такие Дуси страдают. Муж ушел на работу, поорал на нее вечером, а она после этого не знает, как себя вести, то ли танцевать ей, то ли петь, то ли молчать, то ли там поддерживать вообще. Она сама не может понять и разобраться, что же в ней не так и вообще, что же происходит. И единственное зачастую спасение заключается в том, что она не может понять, что он устал, у него давление или там неприятности, он не знает, каким образом это в себе остановить. Возможно, у него диабет развивается, там старческие заболевания, аутоиммунные, там боли какие-то. Либо он просто бредничать захотел, потому что понимает, что дома он может это сделать и никто ему не ответит. Даже такая Дуся, любимая. Ну а Дусе нужно спастись, потому что если Дуся будет себя вот так изматывать, то после этого жизни для нее не будет. Будет кастрюля и бесконечное развитие ненависти к такому человеку. А вот слова, которые могут ей помочь, это слова «я ни при чем». То есть когда человек там «ты не такая, не такая», она себе тихонечко говорит «я ни при чем». Все хорошо, милый, конечно, как скажешь. Он снова «да ты не то делаешь», да-да, любимый, и снова «я ни при чем». Почему? А она действительно ни при чем. Если Боре плохо, она-то при чем. Да?